Смотрите далее. Худой не значит энергичный. Чем выше анаэробный порог у спортсмена, тем он более вынослив, тем на большие дистанции он может бежать. Борьба с лишним весом в некоторых случаях имеет не просто эстетическое значение, а является важной составляющей комплексного лечения пациентов. Именно в таких случаях крайне важна точность определения величины основного энергетического обмена. Сегодня мы вам хотим рассказать об очень интересном методе непрямой калориметрии. И для этого в студию я хотела бы пригласить врача-кардиолога, доктора медицинских наук Дмитрия Валерьевича Шутова с его помощницей Лианой. Встречайте. Доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, в чём состоит суть этой методики исследования? Метод непрямой калориметрии основан на измерении количества кислорода у пациента во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. На основании разницы давления кислорода во вдыхаемом воздухе вычисляется количество израсходованного во время жизнедеятельности организма кислорода, и, соответственно, таким образом мы можем понять, какое количество энергии организмом было выработано. Ну вот правильно я понимаю, что мы все люди разные, и у каждого человека свой энергетический обмен. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Вот именно поэтому сегодня мы хотели показать наглядно, каков энергетический обмен у разных людей в сравнении. И для этого мне хотелось бы пригласить двух женщин, на примере которых мы это и покажем. Просим вас. Давайте, может быть, сразу займем истальп. Проходите, пожалуйста, на этот приборчик, а вы присаживайтесь сюда. Представьтесь, пожалуйста. Елена. Сколько вам лет? 49. Для нашего измерения и проведения данного эксперимента нам необходимо знать ваш рост и вес. Я правильно говорю, да? Метр шестьдесят два. Вес, я так думаю, восемьдесят пять. Спасибо. И позвольте спросить у вас, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Сколько вам лет? Мне 39 лет. Ваш рост и вес? Рост сто шестьдесят семь, вес пятьдесят пять. Вы довольны своим весом? Да. Вы довольны своим весом, прекрасно, да. Хорошо, спасибо. Я думаю, тогда, может быть, стоит приступить к эксперименту и непосредственно объяснить, что, собственно, сейчас будет происходить с нашими пациентками. Угу, совершенно нет. Значит, сейчас моя ассистентка включает прибор, вводит данные каждого пациента индивидуальные, а именно точный возраст, рост и вес. Это необходимо для того, чтобы прибор имел какую-то отправную точку для расчета параметров основного обмена и переносимости физической нагрузки. После того, как эти данные будут введены, к каждой пациентке будет прикреплен специальный датчик, который будет регистрировать частоту сердечных сокращений. Так как мы будем измерять параметры не только в покое, но и во время физической нагрузки. А основным критерием слежения за качеством и переносимостью физической нагрузки является частота сердечных сокращений. Каждая пациентка оденет специальную маску, которая будет регистрировать количество воздуха. Может быть, так же? Мы уже начнем? Да, конечно. Насколько я знаю, этот аппарат способен определить баланс энергии. И вот на основе расчета баланса энергии мы как раз можем после этого исследования дать какие-то рекомендации пациентам. Потому что ради чего все это делается? Для того, чтобы каждому пациенту, если я правильно понимаю, дать индивидуальную программу, составить индивидуальную программу коррекции веса, либо снижение веса, либо наоборот набор веса. Совершенно верно. Это действительно одно из применений этого прибора. Вы все совершенно верно рассказали. Но с другой стороны, этот прибор, кроме того, позволяет для данного пациента еще рассчитать допустимую и необходимую для него ежедневную физическую активность и различные виды нагрузки. Сейчас мы к пациентам подключили все необходимые регистраторы. Прибор производит первичное тестирование, устанавливает связь между регистраторами частоты сердечных сокращений и приемным блоком. После этого начнется тестовый режим, когда пациент в совершенно спокойном состоянии начинает вращать велосипед и начинает привыкать к нагрузке. После того, как пациент привыкнет к нагрузке и вработается, начнется уже, собственно говоря, тестирование, когда мы будем потихонечку увеличивать нагрузку и смотреть, как реагирует организм на увеличение нагрузки. Начинаем потихонечку крутить педали. Руки кладем на поручни и начинаем потихонечку крутить педали. Таким образом стараться, чтобы поддерживалась определенная скорость, которая перед вами должна быть видна на экране. Скажите, а вот если в процессе исследования мы определяем, что обменные процессы достаточно медленно проходят, мы что же рекомендуем пациентам? Либо совсем мало есть, либо наоборот больше двигаться. Вот что делать в таких случаях? Или человек обречен просто, вот никак невозможно ускорить его обмен? Вы совершенно верно заметили, что в этом случае мы как раз и даем пациенту рекомендации. Если пациент не может переносить физическую нагрузку по каким-то причинам, болен, нетренирован, ленив, в этом случае мы ему рекомендуем уменьшить количество и калорийность пищи. Если же мы видим, что человек вполне в состоянии увеличить свою физическую нагрузку, он может есть столько, сколько ел. Но при этом мы ему говорим, какой должна быть его физическая нагрузка для того, чтобы вес снизился или нормализовался. Вот сейчас тест начался, показатели начали изменяться, и, соответственно, в определенный момент времени мы начинаем потихонечку прибавлять нагрузку. Для чего необходимо проведение этого теста с физической нагрузкой? Дело в том, что помимо реакции организма, выраженной непосредственно в цифрах, происходит еще изменение обменного процесса. И все вы прекрасно знаете, что человек, который занимается физическим трудом, или физкультурой, или в фитнес-зале занимается, если он очень сильно тренируется, у него образуется большое количество молочной кислоты. Лактата, да? Лактата, совершенно верно. И когда уровень этого лактата превышает определенный предел, роботоспособность резко снижается. И достижение вот этого лактата уровнем 4 ммоль на литр, как раз в медицине называется так называемым анаэробным порогом. Это очень важный показатель, как для здоровых людей, которые ведут обычный образ жизни, так и для спортсменов, которые профессионально занимаются спортом. Чем выше анаэробный порог у спортсмена, тем он более вынослив, тем на большие дистанции он может бежать. У обычного человека, который не занимается спортом или физической культурой, этот анаэробный порог тоже очень важен, потому что именно он определяет резервы человека, его способность к перенесению физической нагрузки. Есть ли какие-либо противопоказания? Посадим ли мы, например, на такой прибор человека, который перенес инфаркт миокарда, или у которого есть симптомы сердечной недостаточности? И если посадим, наверное, мы ему дадим другой уровень нагрузки? Или мы не будем сажать такого человека? Эти показания и противопоказания должен определять врач. То есть, если, например, у человека имеется протезированный тазобедренный сустав, естественно, мы его не... Он просто не сможет это сделать. А вот с сердцем проблема? Значит, что касается сердечных проблем, вот в этом случае как раз это тестирование является прямым показанием. Почему? Потому что оно помимо, как мы уже говорили, определения уровня, скорости основного обмена, уровня основного обмена, определения различных порогов, анаэробного и шимического, позволяет разработать программу физической реабилитации, также на основании этого теста мы можем просчитать риски для этого пациента, насколько вероятно у него в дальнейшем развитие тех или иных осложнений. И это как раз возможно благодаря именно изменению основного параметра обмена, а именно потреблении кислорода. Доктор, ну вот я обратила внимание, что вот девушка, которая на первый взгляд не имеет лишнего веса, ей гораздо тяжелее, чем другой даме крутить педали, и поэтому мне очень интересно посмотреть результаты исследования. Вот прям вы хорошо же себя чувствуете? Вы устали, да? Кивните головой, устали, да? А вы устали? Нет. Вот это да, здорово. Марина, я, 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 я. Как вы могли заметить, во время проведения теста у Марине было достаточно сложно выполнять это исследование, и результаты показывают, что количество употребления кислорода во время нагрузки у нее не очень большое, что, скорее всего, свидетельствует о нетренированности организма. И в этом случае ей можно порекомендовать специальную программу занятий, которая будет начинаться с минимальных нагрузок, но достаточно часто, порядка четырех раз в неделю, и потом постепенное увеличение для того, чтобы ее организм сначала привык к физической нагрузке, а потом начал достаточно быстро перерабатывать все калории, которые поступают в ее организм с пищей. Что касается Елены, как это не покажется удивительным, она относительно легко перенесла тест, и цифры показывают, что количество употребленного кислорода у нее оказалось вполне достаточным для ее возраста. И это свидетельствует о том, что мы ей можем рекомендовать обычную программу тренировок, ну, с небольшим адаптационным или вводным периодом. То есть, другими словами, кому будет сложнее худеть, если, например, кто-то из уважаемых дам захочет, например, избавиться от лишних двух-трех килограмм? Ну, как вы прекрасно понимаете, что проблема похудения, это не только... Это, конечно, комплексно. Это комплекс, и в первую очередь, с моей точки зрения, она связана с какими-то индивидуальными психологическими особенностями. Да, но кому будет легче с точки зрения энергетического обмена? С точки зрения энергетического обмена, мне кажется, Елене. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Надеюсь, что наши советы и рекомендации станут ещё одним шагом на пути к вашему здоровью. Помните, что врачи всегда готовы прийти к вам на помощь. Смотрите нас по путям на канале ТВ-Центр. Будьте позитивны и не сдумайте болеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова